Здравствуйте, друзья! Меня зовут Каджит. Это такой формат влога, где я просто озвучиваю какие-то свои мысли вслух. Мне хотелось бы сегодня поговорить на такую животрепещущую тему, которая, по-моему, всегда актуальна из разряда «она меня не ценит, а я её люблю» или, как девушки обычно говорят, «он меня не ценит, он меня не любит, я всё для него делаю, стараюсь». Но отношения не клеятся, и они месяцами, а то зачастую и годами мучаются, пытаясь спасти вот эти отношения, которых чаще всего нет, или они есть где-то на поверхности, глубоких отношений нет. Он приходит домой, ест, пьёт, ложится спать, какой-то там дежурный секс по выходным, или у неё то же самое. То есть она приходит, делает минимум по дому, дежурный секс по выходным, к мужу относятся очень снисходительно и даже высокомерно. И такие отношения очень часто складываются, и в этих отношениях кто-то несчастен. У молодых людей такая история происходит, такая история происходит между друзьями очень часто, когда один друг к другому относится либо высокомерно, либо очень покровительственно, а второй он всегда где-то на заднем плане, и в этих отношениях, в общем-то, не то что равенства нет, а явно пренебрежение есть, то есть один человек для другого готов что-то делать, а этот, в свою очередь, взамен, не готов идти на какие-то уступки. И многие задаются вопросом, почему так происходит, что я делаю не так? У меня всегда возникает встречный вопрос, а почему вы считаете, что вы при этом что-то делаете не так? В любых отношениях всегда две переменные. Первая – это вы, вторая переменная – это ваш партнер по отношениям. Неважно, это дружеские отношения, любовные отношения. Бывает еще куча других переменных, скрытых от нас, бывают треугольники, о которых несчастные заложники этих отношений ничего не знают. Но в любом случае, как минимум, если не вдаваться в детали, детали, если не пытаться фантазировать, всегда есть два человека в отношениях. То есть отношения – это всегда минимум двое. Большинство людей, видимо, так уж устроена наша психика, что она действует по принципу. Вот у нас есть проблема какая-то, эту проблему обязательно надо решить. Плюс вот эти вот представления о романтической любви, которые нам вбивают с детства о том, что романтическая любовь должна победить все, что угодно, о том, что романтическая любовь побеждает смерть, она побеждает, значит, любую зависть, злобу, вот эти хэппи-энды, на которых мы воспитывали с детства, они, видимо, нам не дают покоя. И у нас складывается такое ложное представление, что если наша романтическая любовь, наше теплое отношение к человеку не побеждает, значит, это отношение недостаточно теплое, значит, это не настоящая любовь с нашей стороны. Значит, мы недостаточно сильно любим или недостаточно сильно стараемся. Но проблема в том, что для того, чтобы какие-то отношения наладились, нужно, чтобы старалось два человека. Проблема в том, что второму человеку может быть либо просто комфортно в таких отношениях, то есть в отношении потребителя находиться, либо он, в принципе, даже не хочет стараться, ну, в силу своей лени, инфантильности, как угодно. Вот, и мы почему-то все время об этом забываем. У нас мышление работает таким образом, что нам постоянно хочется нагреть холодное, да, растопить лед, из холодильника сделать духовку. Нам хочется исправить, изменить человека, с которым мы сталкиваемся, и чаще всего мы сталкиваемся уже со зрелыми людьми, с устоявшейся психикой, да. Мы не воспитываем детей. Вы даже знаете, что детей довольно сложно воспитать, потому что у детей в какой-то момент начинается пубертатный период, когда им гормоны бьют в голову, и все, и все ваше воспитание, оно, как бы, может отойти на второй план. Даже детей, тот самый пресловутый чистый лист, который не всегда чистый, потому что есть генетическая детерминированность, вот, даже этот самый пресловутый чистый лист, он, в общем-то, не такой чистый. И наше воспитание порой дает совершенно не те результаты, которые нам хотелось. Что говорить про взрослых людей, которые же сформировались как личности, и мы их пытаемся сломать, перевоспитать, или понять их поведение. И вот человек, не будучи там клиническим психологом или психотерапевтом, часами сидит и думает, вот почему он такой, что у него за диагноз там, у него, он неврастенник, или у него биполярка, или это шизофреник перед нами, или это перед нами невротик, у него расстройство личности, у него, не знаю, у него какие-то обсессивные формы навязчивых идей существуют, что с этим человеком не так. Может быть, его в детстве обижали. Особенно женщины любят это делать. Они постоянно ищут в своем мужчине какую-то причину, почему он такой. Вот он, наверное, очень страдал в детстве, и поэтому он стал таким холодным и закрытым. Или мужчины, которые чрезмерно опекают женщину, там начинают размышлять. Ну, наверное, к ней очень плохо относился ее бывший парень, или бывший муж, может, ее обижал отец, сейчас я ее окружу заботой, и она изменится. Правильное в том, что она не меняется, она находится в зависимых отношениях, в том смысле, что вы зависите от нее, и она этим пользуется. Да, она постоянно устраивает истерики, как способ разрешения скандала. Ну вот, у нее так, она привыкла так с детства, у нее в прошлых отношениях так было, у нее в семье так было, и она будет так продолжать вести себя с вами. Переубедить ее будет очень тяжело. То есть, это надо в буквальном смысле психологически переламывать человека. На это не каждый способен, есть ли вообще в этом смысл. Или наоборот, девушка находится в зависимых отношениях от мужчины. Мужчина очень холодный, девушке это нравится, и она постоянно пытается растопить лед, и у нее ничего не выходит. Она все время страдает, у нее падает там самооценка, она чувствует себя полным дерьмом. При этом мужчина у нее далеко не самый лучший. Вот, там, все ей говорят, что ты дурак, тебе там в очередь выстроились, посмотри, какие хлопцы. А ты вцепилась за этого идиота, она держится за этого идиота, и все время пытается ему что-то доказать. У нее такое извленное самолюбие, самооценка ниже плинтуса. Он ее, как правило, этот мужчина полностью изолирует, запрещает ей общаться там с друзьями, подругами, другими мужчинами, тем более. Но при этом сам ей вообще ровным счетом не дает никакой заботы, никакого тепла. И вот она годами пытается его исправить, и, конечно, ничего не происходит. И вот сидят люди там, мужчины, женщины, думают, что не так с моим партнером. Почему? Вот, наверное, у него что-то в детстве произошло. Но проблема в том, что подобными патологиями, если даже вот представим, что у этого партнера был какой-то стресс в детстве, допустим, вот, и вроде бы он даже не виноват в том, что он такой гондон. Вот, или что это, если это девушка, что она такая стера, она не виновата. Но проблема заключается в том, что даже для клинического психолога составляет определенную трудность изменить психотип человека, особенно если это не просто какое-то неврастеническое расстройство, а там расстройство личности. Расстройство личности по шкале психических заболеваний, оно на втором месте. Дальше на третьем уже идут, точнее, если от третьего к первому, по сложности идут различные неврастении, потом расстройство личности, а потом уже психозы. Вот если вы с человеком больным шизофренией там живете, или с человеком, у которого психозы какие-то, бредовые состояния, вы же понимаете, что вы ничего не можете исправить лично, потому что, ну, это вот клинический случай, и этим должен заниматься поворач-психиатр. И даже у психиатров порой опускаются руки, то есть они ограничены в своих возможностях. А вот если у человека расстройство личности, он там, допустим, тиран, или девушка вам фригидная попалась, или у девушки какой-то психотип мужчины, это какой-нибудь плохой бэтбой, который пьет ее, бьет ее, пьет, и вы такой весь хороший, она с вами живет, потому что ей с вами комфортно, но при этом она любит уродов. И вы ничего не измените. Вы не психолог. Нет никакого факта, что психолог что-то поменяет. Но люди часто сидят и думают, а что я могу сделать, вот как мне найти к ней подход, может быть, у нее были какие-то проблемы. Это не ваша задача, искать, какие у нее в голове были проблемы. Они, возможно, у нее были. У каждого человека есть в жизни какие-то проблемы. На нас постоянно что-то влияет. Но фокус заключается в том, что если вы не специалист, и вы не можете найти и разрешить эту проблему, и не всякий специалист может, даже если вы уговорите ее сходить к психологу, не факт, что вы там не будете месяцами отдавать деньги на посещение этого психолога, а она с этим психологом при этом не будет трахаться. То есть, понимаете, там до смешного иногда доходит, и печально совершенно истории выглядят. То есть, или там, ну пускай не будет трахаться, у психолога будет высокая этика, он не будет спать с пациентками, она будет его постоянно пытаться соблазнить. Да, а на вас и всем будет похеру. То есть, нет гарантии, что даже клинический психолог, я обращаю внимание именно клинический, не просто какой-то чувак с улицы, а вот который работает непосредственно с людьми, с заболеваниями, которые прописаны в МКБ. Не факт, что этот человек сможет изменить и решить какие-то проблемы, потому что, ну, во-первых, эти проблемы могут, в общем-то, пациентам отрицаться, во-вторых, значит, они могут быть для него, для вас они будут проблемами, а для него они будут вполне комфортной ситуацией, от которой он сознательно не захочет отказываться. Что в таком случае делать? Очень просто, на мой взгляд, соскакивать сразу. Вот если вы поняли, что что-то в отношениях пошло не так, ну, какая-то херня происходит, вот вроде бы все начиналось нормально и в какой-то момент начинает происходить какая-то неведомая хуйня, и вы абсолютно не можете ее объяснить. Вы ведете себя адекватно, нормально, согласно ситуации, взвешенно, но при этом ваш партнер начинает творить всякую хуйню. Попытайтесь с ним поговорить, попытайтесь сказать, мне это не нравится, слушай, давай с тобой решим эти проблемы, давай сходим к семейному психологу. Если человек хочет решать эти проблемы, он будет идти к вам навстречу, если вы ему нужны. Если вы ему не нужны, он будет кричать, что вы во всем виноваты, что ты ублюдок, идиот, ничего не понимаешь, ну и так далее, устраивать истерики. Или в случае, там, если это мужчина, он будет распускать руки, орать на бабу, ты что меня за идиота держишь, куда ты меня тащишь, на хуй, ты сама на себя посмотри. То есть, ну вот, если человек не захочет решить проблемы, то есть, он не пойдет на контакт, во-первых, значит, этот человек, он, в общем, высокопримативный, чрезмерно эмоциональный. Это первый вариант. Второй вариант, он просто не хочет решать эти проблемы, ему комфортно находиться в той ситуации, в которой он находится. Он потребитель, и он вас употребляет. Третья ситуация, вы находитесь в отношениях с человеком, который вообще обладает психическим расстройством, и вы ничего, скорее всего, не сделаете, потому что, ну, вы не профессионал. Не ваша задача сидеть, копаться у него в голове. Вам это вообще зачем? Что можно сделать в таких ситуациях? В таких ситуациях можно просто вот развернуться, уйти домой, не скандалить, не хлопать дверьми, не пытаться там что-то месяцами выяснить. Нужно попытаться поговорить несколько раз, раз, два, три, совершенно спокойно, если разговор не клеится, если ваш партнер постоянно все сводит к истерикам, к ссорам, если вы видите, что он не коммуникабельный совершенно, какой смысл пытаться переломить эти отношения, какой смысл пытаться из холодильника сделать печь, и выпечь не булочки. Если человек холодный, как айсберг, а вы пытаетесь рядом с ним согреться. Это глупо. Многим это не нравится, именно на мой взгляд, потому что вот у нас есть такая идея романтическая, все побеждающая любви, которая должна победить все, в том числе и идиотизм, в том числе и упрямство, в том числе и глупость, но любовь она вообще в принципе делает человека глупым. Как она при этом должна победить глупость, не очень понятно. Потому что любовь это не про интеллект. Если бы мы осознанно выбирали бы своих партнеров, наверное, большинство людей бы вообще пришло к мысли, что нахер оно вообще нужно, я отказываюсь от размножения. То есть у нас сейчас есть такие ребята, children free их постоянно ругают. Некоторые бы пришли к этой мысли осознанно, но при этом любовь это инстинкты. И то, что находится в области инстинктов, очень редко находится в области рационального поведения. В связи с этим люди страдают, люди мучаются, но биологическая программа-то выполняется, потом что-то в итоге появляется. Не важно, что это потом, что потом. Зачастую некому растить, потому что этот мужик не зарабатывает деньги, пьет, бьет или уходит из семьи. Но важно, что оно появилось. То есть биологическая задача выполнена. Поэтому для того, чтобы не идти на поводу своих инстинктов, нужно ну что сделать? Но если вы чувствуете, что вас начинает затягивать в какой-то совершенно дикий мутный водоворот, в котором вы не в состоянии ничего контролировать, и происходит какая-то неведомая хуйня, неважно, еще раз говорю, любовные, дружеские эти отношения, у людей всегда так. Если вы понимаете, что человек начинает творить какую-то бешеную хуету, ну то есть вот он был нормально, нормально, адекватный, вы с ним общались большую часть времени, и тут у него там меняются интересы, он начинает общаться в ужасном коллективе, вести себя как долбоеб полный. Ну что вы делаете? Вы меняете круг общения, правильно? Ну если вы меняете круг общения со своими друзьями, ну значит и с объектом своего воздыхания, наверное, надо поступать точно так же. Когда ваш объект воздыхания ведет себя морально по отношению к вам, вы всегда задаете вопрос, если бы это не был объект вашего воздыхания, а был бы просто человек, ваш товарищ, приятель, друг, вы бы позволили ему с собой так обращаться. Ну просто, что ваш друг начинает вот так вот истерить, устраивать скандалы, вести себя как долбоеб. Вы станете его терпеть? Если вы отвечаете, что нет, тогда задайте себе вопрос, почему вы терпите объект своего воздыхания? Потому что это любовь. Ну если любовь, значит вы заложник своих гормонов, инстинктов, и вы совершенно, ваше рациональное перекрывается вашим гормональным, эмоциональным. Чтобы не втягиваться в этот процесс, это очень легко сказать на словах, возьми, уйди там, соскочи. Как говорил один видеоблогер, уменьшся в какой-то момент до состояния, зайди под шкаф и исчезни. Для того, чтобы это сделать, нужно серьезную работу с собой проводить, нужно убедить в том, что первое, в чем себя нужно убедить, в том, что проблема не в тебе, а проблема в нем. То есть ты просто сделал плохой выбор, в этом проблема. Проблема не в том, что ты плохо себя ведешь, а проблема в том, что человек не такой, который тебе нужен. То есть твоя проблема заключается в том, что ты сделал очень плохой выбор. Убедить себя в этом бывает категорически сложно, но это возможно, это возможно выработать как жизненная кредо Я выработал уже давно такую позицию, я легко раздаюсь людьми, которые мне кажутся ебанутыми, которые кажутся мне вредными, которые кажутся мне деструктивными Я это очень легко делаю Если я вижу, что человек со мной не хочет общаться, если я вижу, что человек себя ведет очень странно и от него больше проблем, чем пользы И у меня есть выбор, продолжать общение с ним или не продолжать, я с ним это общение ограничиваю Зачем оно мне? Вот я, если я от этого вообще ничего не получаю Вот, поэтому, ну, здесь надо точно так же себя вести То есть, мне кажется, в отношениях, ну, они ничем не отличаются от дружеских отношений, от выбора печенья в магазине Если оно вам не нравится, если оно невкусное, будете ли вы им давиться Когда мы выбираем людей для своего окружения, почему нельзя руководствоваться тем же принципом? Да, мне сейчас кто-то напишет там, это не любовь, вот когда ты любишь, ты поймешь Любил и понимал, и все равно любил, и хотел не любить, и любилась И в какой-то момент я понял, что для того, чтобы не попасться на крючок, нужно не заглатывать наживку Если ты чувствуешь, что что-то пошло не так, что тебя начали подсекать Что человек сначала дал тебе наживку, был с тобой очень добрым, искренним, теплым, светлым А потом в какой-то момент начал вести себя потихонечку как мудак Пора соскакивать То есть, а что ты ждать будешь? Чтобы этот человек начал уже в открытую, формально вытирать от тебя ноги? Не ваша задача разбираться, что руководить этим человеком Не ваша задача копаться в его голове, не нужно пытаться греться возле айсбега Не нужно играть в психолога, психотерапевта Какая вам разница? Вы не врач, вы не клиницист, вы не будете защищать диссертацию Вам в итоге за это все равно никто не заплатит У вас нет никакой потребности разбираться в том, почему этот человек такой Он просто под так... Ваша задача выбрать того человека, который вам нужен Вот и все, это основная мысль С вами был Каджит, подписывайтесь на канал Большое вам спасибо за то, что смотрите меня Всего доброго